здравствуйте уважаемые зрители давно мы уже ничего не выпускали по понятным причинам я думаю но к нам постоянно приходят в сообщение личку чтобы мы продолжали все это делать и я подумал раз канал у нас зародился во время начале к вида скажем так с той идеей чтобы как-то поддержать людей в это трудное время то в принципе мы сейчас тоже должны работать и снимать для вас интересные ролики чтобы хоть как-то разнообразить сегодняшнюю действительность и решили мы начать в этот раз с видео очень позитивного и вдохновляющего мы пойдем в гости к одной очень интересной семье здравствуйте дорогие друзья у нас сегодня довольно таки необычная локация находимся мы в хуторе калинин в гостях учит и зайцевых они-то юрий я к ним попал довольно таки наверно странным образом это было ближе к ночи случайно можно сказать попал к ним в гости и меня просто впечатлил вот этот дом вот это вот эти люди впечатлили и собственно было принято решение прийти поснимать здравствуйте наверное с юрия начнем конечно он был у нас главным персонажем в начале юрий назовите вот как называется вот этот вот стиль необычный которым выполнен практически весь дом ну в большинстве случаев этот стиль стимпанк все таки некоторые называют его лоуфт давайте-давайте поясним для неискушенного зрителя потому что я тоже не знал что это такое стимпанк стимпанк стиле он возник первым делом в литературе романтичные личности придумали такой стиль стимпанк им нравилась эпоха викторианская викторианская ту эпоха англии она отличается тем что страна которая как бы богатая реализация наверно до активная как бы экономический подъем у них случился за счет колоний вот поэтому население резко начала не беднеть и они могли себе позволить усадьбы там как называется у них домовладения где они сочетали разные вкусы в стиле стиле дизайна ну вот как бы особо не парень не придерживаясь классического стиля какого-то но они стремились вот показать роскошь свою как эта технологическая революция наверно да в это время были изобретены паровые двигатели развивалась вот эта индустрия паровых и паровозов и пароходов вот и вот это наверное вот эта эпоха она стала опорой для писателей фэнтези фэнтези где вот раз возник такой раздел как стимпанк вот это альтернативная история развития человечества если бы человек не изобрел бензиновых дизельных двигателей и оставался в эпохи такого викторианского романтизма яркий пример это тот же капитан капитан рене манера да потому что ну там как бы не знаю как в представлении да сейчас исходить до из кинофильмов тех времен первоисточник нет но смотрите мы сейчас покажем кадры ну по чуть-чуть всего дома люди поймут о чем мы о чем речь идет один из элементов да у нас получается внезапный потому что планировалось вообще просто винт повесить на стену принято наших кругах ну то есть это уже такая лов дизайн и все такое я понял вот или стимпанк но что-то увлекся опять же и вот получилась такая конструкция про пропадать на да тут лето жарко и поэтому как вентилятор он работает прилично все эти элементы тут же готовых элементов нет это все сварено с арматурой и тогда ли тогда вот это самодеянное все ну элементы есть старинные это полно это под швейную машину от швейной машины да что тут все и она прям работает крутится работает светит так ну собственно мы сейчас получается в прихожей нет это гостиная гостиная стена да значит одна из самых навороченных комнат я так смотрю ну в будущем наверно да но уже планы уже что то есть да что то есть первое вот мы сейчас смотрим на люстру струда тропическую назвать это сложно даже она двигается даже да и тогда нет но ее можно подрез подрегулировать можно там а то есть и тут она светит да тут подсветка есть ну началось все с него еще были голые стены она уже висела это полилась какой-то глобус или что это это основа как основа делалось практически на коленке я брал плафон круглый его обклеивал эпоксидкой потом медью покрывал латунью ну и другие элементы тут и дети латунь все натуральное бы все полезно вот ну а потом приросло все вот потолок вот этот делался тоже случайно идея возникла такой методики люстра была изначально то есть возле люстры все это делалось да потому что хотелось сохранить во первых вот этот дизайн вот эти розетки или как лепнина да вот и как-то подумалось что на паутину похоже вот такой паукообразный светильник появился вокруг я хотел тоже сделать резьбу как паутину у меня жена пауков очень не любит поэтому ограничился уже другими более легкими тема да вот то есть я смотрю каждый элемент каждая точнее два элемента имеют различную стилистика да тут какие-то механизма в принципе здесь вся стилистика она ближе к стимпанку все-таки потому что вот зубчатые колеса в зацеплении там вот это все вот такие маленькие нюансы вот это я так понимаю это орган буду будущий до хотелось бы наполовину готовой надо это очень я так понимаю это какой-то старинный шкаф до за основу взят старинная горка или как-то вот так называть и тут механизм я вижу какие-то то ли трубы миха или что да там внутри насос это клавиатура сделано собственными руками вот это трубы делаются для этого органа трубы это малая часть потому что для хорошего звука надо их сотню тут то есть они тут должны быть расставлено как тогда нас планировать там я метро и так далее по звуку подбирать но это долгая тема но это короче надо изучать это еще надо экспериментировать нам да 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 это ждет каждый раз вдохновение что за заняться называние кстати есть нет 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 сама ручка на гитаре там максимум я тут вижу тоже интересные элементы на мелочевка тут есть можно вообще крупным планом и плюс она тут работает да ли правая правая кнопка верно для тех кто не понимает а таких наверно процентов 90 это рабочий телефон абсолютно него встроен телефон и ну как вы в этом же стиле все это сделано оформлено тут все прям металл стекло серьезно ну вот собственно вот механизм внутри как бы все это рабочие с аккумулятор просто надо зарядить получается что это там у вас это вообще первая деталь которая была изготовлена под steam панк это флешка тут причем функционал крутилась двигается вот я выдвигаю и вышла выдвигается есть механизм весь металлическом работает все это рабочие это мелочевка баловство пистонами там стрелять но вот эти кольца перстни здесь перстни это вот чисто кольца навеянного да таких я не видел это тоже все работает то есть да вставляю с тонами стрелять так понимаю да вот сюда вставляется пистон и особым образом если взяться то ну вот бьет по пистону короче если поздравиться можно кого-то и ранить вот такой есть многоствольный пулемет кольцо пулемет до гатлинга поближе поближе если можно поснимать это может положить куда и для камеры ну дверь дверь стерил стену кто не поймет тот вообще не поймет конечно же это дверь но я уже принципе соображаю что это дверь у нас туда и там комнаты которые лучше не заходить туда все свалено ну то есть в этом доме нет ничего стандартного даже элементарные вещи двери сделаны как-то вот интересным образом как причем каждая дверь по-разному нет двух одинаковых по моему нет ну не знаю двери вообще мало здесь но можно найти все они разные дальше пройдем может найдем еще парочку хорошо давайте давайте наверно да вот сюда все таки это у нас что такое тоже одна из первых работ это светильник обычный настольный светильник обычный может быть даже работает а где он не включался 100 лет он вот такой кран компас нет это манометр как стимпанк без манометра типа газовый фонарь можно сказать что тут еще на полке вот эта вещь рыбку давайте посмотрим рыбка очень необычная потому что обычно делают такие скульптурки они не движутся у меня она вращается палец в рот не клади короче что интересно друзья севера привезли мне гвозди от старинных лодок медные я если не знал куда их применить сюда в челюсть вошли прямо история до исторически тут еще поснимайте надпись интересно повернуть эти а вещица свежая до 22 год прошлом году жена с условием что ей нужен стол для работы тоже рабочий вот и я подумал и совместил вот этот экран он же стол он у нас нет он у нас и поворачивается если надо сориентировать у него есть такие ноги иногда вещи имеют ни одну функцию короче так тут даже делали красоты сколько даже эмоциональности некоторых вот поэтому вот эта полка крепилась очень жестко через насквозь стену 4 шпильки на 18 миллиметров такие на ней можно это не знаю что как и свернуть показываем экран это экран для проекта проекта да и собственно вещается да на этот экран тут у нас я так смотрю замаскированные колоночки колоночки есть но тут еще отделка не быть не окончена но все еще впереди так тут у нас дальше идет напольная лампа но это этаж металл да такой же как на стене это торшер регулируется его принцип от потолок можно поднять это вы сами вот и дуе ножки делали надо тут единственная деталь это вот это детали от машины граната помогу так подходила как бы покрашена под этот она покрыта медью чистой честно не заметно даже что это у нас чисто декорит от правильно да это вещь которая еще не определилась функционал я даже знаю где часть часть все это металл на стене обшито все металлы как фон вот эти вот клёпки разорванные так понимают его тоже сами да 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 это как фон для будущих каких-то объектов объектов сюда же потому что они очень выгодно смотрятся на ржавом металле здесь пока один функционал есть спрятанный там лампочка а все да 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 там линза линза и внутри лампочка отлично по это можно сказать механический усилитель звука механический аналоговый если взять звучать как колонка в принципе замысел был такой когда я сюда граммофонные записи поставите пусть они молотят потому что очень приятно слышать из из металла кстати звук такой объемный получается до камера может этого не передаст вот до конца но звук очень объемный приятный с телефона получается опять же это все сделано в такой стилистике это опять же компас или манометр это что это компас до шлюпочный да тут все так красиво сделано причем это реальные наверно с какого-то да это шлюпочный компас единственное пришлось помучиться его за полировать он же был закрашен за захромирован короче до латуни долго добираться ну мы плавно перемещаемся к дивану если его можно так назвать это все вот ребята сейчас нам покажут тут карданные валы я вижу еще какие-то механизмы это все двигается это складывается это понимаем да джих не складывается раскладывается не знаю то есть преобразует положение дивана до преобразуется до такой легкий способ я придумал чтобы как бы избавиться от заказов жены опять же горит мне на диван и чтобы его может было разложить чтобы мы можем подумал демонстрировать это можем конечно она как бы нелегко это происходит тут надо отжать что-нибудь и потихонечку его на принципе его далеко и не надо как бы я пробовал удобно и так лежать да это прям сделано так чтобы вот ногой поднял ну это храповой механизм для предохранения чтобы он сам не кувыркался с подъемным ножничным механизмом да тут причем и колеса и стопорный какой-то легко ездит туда-сюда поднимаешь одну сторону и можно его приподнять опустить тоже на старинных колесах вот здесь колеса зубчатые тоже старинные с какой-то техники их через авито заказывал мы крутим колесо и стол поднимается и опускается правильно да но это такой один из самых необычных экспонатов на это кресло качалка до кресло качалка принципе мне попала в руки станина от швейной машины я не знал что с ней сделать как бы банально было бы столик какой-нибудь все такое вот почему-то кресло мне пришло было до этого еще два варианта других конструктивно но свойственно мне упрощать упрощать и в результате получается просто такая простая с виду конструкция но работы много что что она делает она принципе сама качает но там надо сесть наверное дать нагрузку потому что там растягиваются и ремни если не пользовался так если удастся расслабиться то можно получить удовольствие какой-то да но это как бы сюда для роста да но в свое время я его сделал снял видео в работе так что у меня есть свидетельство что он работает понятия не имею станина от швейной машины до постоянная голова чем-то занята почему бы и не этим но принципе на нем можно качаться и без механизмов качается там просто упорно подрегулировать чтобы он не мешал компьютер вот такую схема компьютера наверно здесь так обычный компьютер в этот корпус устроен обычный компьютер понимаем до системный блок прям со всеми элементами так далее до соединяем к мониторам все обычно выхода и тут все работает переключатели они за что-то отвечают нет как фиксы ну единственно тут питание включается тумблером кнопкой нажимается включается компьютер а так лишнего ничего я так понимаю лампочки загорали интересно было иметь черную обычную коробку в доме от как просто была коробка решили до что-то не был комплект компьютер персональный и чтобы не потерялись элементы надо было просто его куда из такой маленький вроде бы мать мазка оплата это все сюда влезла с трудом на влезла пришлось там внутренние переборки убирать что подточить такие напольные иллюминаторы где собраны вот ненужные вещи но иногда вот вспоминаешь вроде как нужны но уже достать это тяжело потому что здесь всякие зубчатые рейки мы идем дальше по продолжению короче по капитану нема да наверно творится в общей стилистике комнат остатки цивилизации тут вижу до части от компьютера части еще чего-то это там зашито под толстая да так по нему за закаленное стекло то есть по нему можно спорта находить как мы сейчас находимся в одной на из самых маленьких комнатах доме но наверное наиболее интересных проработанных по крайней мере даже нас самая законченная тут только если вот сейчас не показывать вниз как бы тут вообще непонятно что это где если до загородить некоторые объекты если не присесть это туалет галью по нашему да ну давайте вот пройдемся я не знаю вот с бачка и выше ну бачок слева же я так понимаю организован двумя клавишами 1 отключена потому что она много потребляет вот одна рабочая в принципе так рассказывать не о чем в этом что это задумали рад ну как всегда функциональные вещи тут интернер с вентиляцией делятся таймер прям на таймер щелкает вот там часовой механизм вот оно что я думаю просто он крутишь и вкал-выкал я думал крутишь и вентилятор механическая связь вот тут корабельные часы натуральные можно завести недельный завод у них сзади это котел или что это радиатор а то есть атака радиатор который закамуфлирован под печку это внутри еще имитация горения про сейчас мы можем это с таким еще светом да у тебя когда там загорится это будет красиво это у нас это медная стена да да это все под металл это все болты прям реально крепко выглядит далее но это туда машинка чисто для дизайна так понимаю если приспичит что-то написать пожалуйста обычно тут читают но кстати литературы немало есть вот такие вещи тоже интересные иногда работали сейчас не знаю работает или нет она крутит наматывает но разматывает скорее а мы тут тут она просто до помогать когда-то работала на серу раз упал и села завел и она пока это самая да да а счетчик считает сколько рыба по рыбали могу не спросить рыба рабочая до рыба тоже шевелится почему-то мне статичные объекты плохо получается все время хочется чтобы что-то не работала что-то крутилась поэтому вот она такая все из латуни из меди дай латуни мы до светильники тоже вот светильник тоже это вытащена из сантехники ну там линзы стоят все это просто вот светильник для подсветки объекта в том чтобы здесь есть я так понимаю это проводка проводка у них человечество опять же у нас везде вот это вот найма идет да есть тема нема в руке неизбежно так вот этот вот элемент ну это она наверно первое вообще в истории сваляла стимпанк рыбу потому что ни у кого нигде я не видел приглядеться было стерни так валеная рыба это ее шедевр рыба тире какая-то подводная лодка даже так наверно так потому что здесь иллюминаторы присутствуют перископы это реально или вина нет имитация имитация как большинстве случаев тут у меня гарпун тут у нас тоже гарпунное ружье ну короче тут по прямому назначению даже как-то и неудобно заходить удобно удобно нормально все получается вот мне кажется что вот вот это дело сделано из какой-то кажется это светильник светильник правильно я увидел его лично подумал он поможет похож нет этот домашний светильник но он медный вот у него покрытие медь поэтому мне подошел на короче подобные размеры там сливы так далее но никто не пользуется и поэтому я сюда даже воду не провожу и жалко пользоваться ну когда музейный экспонат ну здесь изначально был механизм хотел и пневматику применить там не оборудиться да 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 вот тут даже набор остался у нас тоже опять же необычная она вот посмотрите с той стороны сейчас он все поснимает по чуть-чуть правильно крутит турбина такая вторая комната и второй вентилятор у нас давно богато живем два вентилятора тоже все хендмейт правильно и в области и центр единственное он на основе мотор колеса от скутера а двигатель я еще не делаю сам вот сейчас чувствую на стене до воды принципе хватает это вот жена тоже попросила увлажнитель воздуха за этот с фантазией подошел в принципе две функции исполняют потому что у него типа водопад и там еще ультразвуковой стоит излучатель который собственно создает дым преобразует до увлажнитель воздуха работает тут что интересно тут нет никакой трубы наверх как обычно делаю классически выводит трубу какую-то здесь само стекло это труба то есть по стеклу она поднимается вверх внутри стекла полость и все но и также этот подсветочка и так далее как бы при выключенном свете я думал до нормальной комнате светло на воды подлить она будет не так громко ну да если емкость будет полная но тоже вот каждый каждый механизм каждый кусочек это тоже регулировка какая-то нет тут один раз отрегулирована и все работает вот это вот дело тоже вот вроде каждая мелочь вот эти вот уголки и так далее ну на соответствует немножко стилю я ограничена рамками потому что в стимпанке существует кое какие-то правила если их не соблюдать как бы не щитово это не похоже на настоящее уже не туда если например использовать место прямого шлица у винта крестообразный это тоже уже нарушение каких-то кануна а я понял мелочи даже да да ладно вот такие винты вот конечно свободные продажи сейчас ну находятся как бы старые запасы но принципе изготовить не трудно если нужно будет изготовим а так пользуюсь тем что пока есть мы сейчас спальне да у вас вот такая красота вот такая нюсичка моя да это собственно я так понимаю полностью сваленное как правильно сказать свалено это платье плов полностью свалено мокрым способом без единого шва на шаблоне шаблон причем когда такие вещи делаешь он должен быть намного больше я опять же все равно мне сложно все это куча шерсти мою да делаем тонкий слой правильно да да правильно мы раскладываем накладываем как-то на форму когда на форму сначала сухое потом мы смачиваем все мыльные водички начинаем притирать притирать жужжать и в общем-то процесс длительный собственно это технология обычных воде ну по сути да 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 валенки тоже делаются на каком-то шаблоне внутри они обкладываются шерстью потом уже этот шаблон вынимается когда тесно становится их укатывают вот шерсть чем хороша вот от украшений нежных легких легчайших которые вот невесомые до головные уборы одежда куртки пальто юбки брюки обувь сумки сумки да все что угодно интерьерный войлок вот красивая вот вазочки у меня там тоже стоят можно делать ковры подушки то есть вот такой материал который во-первых экологичный он настолько комфортен вот в этом платье в плюс 35 не жарко потому что 6 обладает таким удивительным свойством зимой она согревает а летом она не дает наоборот телу перегреваться тело дышит и потом это разлагаемый абсолютно материал который экологичный он не будет засорять нашу планету он тянется но это платье не особо тянется это уже ну на войлок называется он на ткани шерсть раскладывается еще на ткани вот поэтому тоже так комфортно но в данном случае это вот марля окрашенная а вообще можно на шелке ну естественно натуральный шелку намного удорожает вода это вот чисто шерсти вискоза вот тоже абсолютно легких вот причем что самое интересное вот когда платок вот платок или что-то высушишь в такой форме в которой нужно ты потом чтобы с ним не делал он на принимается он принимает обратно свою форму то есть вот нарисованы или это я таким способом выкладывала волокна чтобы до получился вот этого цвета сверху еще да это 6 такого цвета еще плюс сверху краской прошли нет это не краска это все вот материал ткани и потом согласитесь что в магазине ты какую задумал ткань ты можешь не найти а с помощью вот шерсти волокон можно нарисовать все что угодно есть мастера которые рисуют картины натуральные известных художников они полностью передают это просто потрясающе вот мне очень нужны вот я конечно абсолютно не в теме вот этого всего насколько это необычная вещь я понимаю что это прям необычная вещь вот цельное платье вот я так вы знаете это действительно необычная вещь даже если попросят повторить то никогда не получится рисунок одинаковые то есть он будет ну вот цвета те же самые можно использовать цвета шерсти волокон фискоза или шелка до шелк бывает как в ткани ну как вот ткань обычная как волокна тоже которое можно вытягивать и раскладывать но можно сделать приближенно но один к одному никогда не повторишь да рисунок будет неповторимый вы вот все эти вещи для себя делать для себя для детей для своих для уже вот дитям нету заказывать стали носки чуни я делала внуку и внучки то есть в основном для это но уже на продажу это уже делаю кроме не касаемо только вот больших вещей это очень тяжело даем очень трудоемко и руки прямо страдают и но это как бы механизировать вы знаете есть существует такая машина которая помогает укатывать у меня у мужа такая была мысль сделать не такую ролл машину там как-то такие до упростить но в принципе дело в том что у нас такой регион как бы не особо большие зарплаты поэтому вот большие вещи сложно продавать а вот небольшие вещи палантины брошки что там шапки шапки палантины вот это все я делаю даже эксклюзивные какие-то вещи можно и заказывать да вот примеру хочу вот тут да да я вот в таком цвете в такой да да что что хорошо что можно подобрать и все только у вас и все даже форму можно допустим придать такую чтобы было только вот у вас и больше ни у кого это я вот сейчас на вас по крайней мере заметил элементов 5 как минимум тоже свалено это кольцо браслет браслет на серьги то есть это все опять же шесть да это все шерсть это есть у нас я вот смотрю чего только не то чего только не то действительно вот фигурок всяких до каких-то украшений да расскажите покажите поближе но здесь такой вообще у нас арт-объект а вы не стесняйтесь и показывать все это комната задумывалась мной я хотела очень такой винтажный стиль напоминание о прежних временах почему-то мне это очень сильно трогает фотографии да вот здесь даже есть фотография свадьбы моей папы с мамой меня дочки у меня там тоже свадебные фотографии эту картину я уже делала под именно комод я собрал меня я возила по городам по разным достаточно много пришлось переезжать бабушкины образцы вязания моей бабушки анны мироновной она из станицы кущевской то есть одна с дедом донские казаки она была магисткой знатной и вот я возила их возила и решила вот делать такую картину чтобы осталась такая память остается да и чтобы не вы рука не поднимается такие вещи выкинуть в общем-то и кому ты как вот я переделывалась советского комода это моя уже работа тоже полностью я переделала декупажила в этот стиль чтобы вот поддержать розы как бы да кстати на стенах тоже все из жидких обоев а я думал что нет это жидкие обои да это жидкие обои это я тут бояла так сказать картины тоже ваша работа да у нас в нашем доме культуры очень много проводится различных мероприятий интересный и вот как-то был мастер-класс у нас на нашей кристины зеленская вот картина которая нарисована не руками а ртом мы просто дули дамы наливали краску дули через трубочку и вот получился такой до фантазийный узор очень интересно были все в восторге просто у всех получилось конечно это вот да не нарисованная картина ну да это такая шляпка да она к сожалению не могу и она больше чем мне нужно моего размера вот заказчица просила именно такого сказала теперь цвета ее не устраивает нужно потемнее вот я и буду перекрашивать опять сажать по форме чтобы вот для вещей таких вот как шляпки корректировать можно корректировать можно 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 делать иногда некоторые мастерицы делают шапочки такого среднего размера допустим 58 до если нужно них под растягивают если нужно их потом сажают и отправляют заказчицы то есть у них вот есть такая как же заготовка да если цвет устраивает все фасон валянием я занимаюсь всего три года да но мастера которые мастера они мне уже признают мастерами в интернете мы общаемся потому что результатов конечно достигла как они считают потрясающих у меня получается я мастер универсал потому что я делаю много различных изделий многие валяльщицы они специализируются на чем-то одном допустим только на шапочках и шарфах кто-то только на обуви кто-то только там наверх на одежде у меня получается широкий профиль потому что мне нравится все я очень люблю жизнь мне нравится все я не могу мне нравится вот и сухим способом вот этот зайчик например эти зайчики они валялись иголочкой то есть есть еще такой вид сухого валяния это когда да есть специальные иглы которые за зубринками и 6 из просто из комочка вот начинает придавать форму чтобы сколько терпения на все это надо а тут еще она тут еще голова у меня двигает я покажу просто как как это вот вблизи это все прям детализировано идеально все до каждая волосинка расчесана там к ноу к тебе это это все да вот иголочка все создается я уже кстати подсадила на иглу двух человек свою сватью подругу они теперь тоже валяют уже начинать сухого вот способа проще как бы когда ты начинаешь понимать этот материал а потом все плавно пытаются все-таки в мокрое уйти потому что меня это тоже интересно таки космос это же ну вот вот даже можно такие сложные вещи создать потому что это тоже моя как бы авторская задумка тут же нету никакого каркаса правильно нет здесь здесь именно здесь есть почему потому что здесь сложная форма чтобы ее вот удержать чтобы чтобы это было похоже ну вот как бы сочленение брюшка вот голова это я полностью продумала совоке нет это не проволока это используется я использовала ватные диски до ватные диски можно использовать иногда синтепон я не будут не помню даже вот эта брошь у меня сделано на синтепоне или с этим потому что вот здесь вот полностью чисто шерстяная работа вот эта работа тоже чисто шерстяная она это все а подождите тут же я Auto Ja Catboy да это брошечки да это вся bootaded брошечки да брошечки под любое настроение под любой настроение я вам покажу меня их столько у меня любого цвета любого настроения это прям когда настроение плохое на карте чекс tripala хорош это черта пало х он отгоняет чертки злую силу а это у нас жил вот когда крысёныш наш любимый сиамский такой раскрас был у него красивый и вот я сначала сваляла эту брошку мне очень нравились крыски вообще домашние а потом меня мне пристроили вот крысёныша получилось знаете как знаково прямо сделала брошь и появился крысёныш да вот такой смешной подснежник до живой с корнями прям живой тоже примеру если на продажу вот это вот что-то изготавливаете да конечно да 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 я вам покажу у меня там есть выставочный чемодан который готов всегда у меня если куда-то позвали я туда еще добавила закрыла чемодан и пошла желание нет учениками обзавестись как вы знаете чтобы обзавестись учениками это нужно вот конкретно хорошее рабочее место у меня как бы место то есть большое но это понятно и вот малим есть маленькие вещи я валяю муж у меня садится у компьютера я сажусь там за маленького кухонным столиком я там валяем и там я фильм слушаю которую он смотрит и мы там да да переговорил я фильмы практически всегда слушаю потому что это уже прям привычка я не могу просто под фильм сидите ничего не делать раньше я вязала много вязала и то есть у меня всегда руки заняты если мы когда-то ходили в кинотеатры мы жили раньше в ростове недалеко от кинотеатра на западном я прихожу я же не могу я либо засыпаю на этом фильме либо я начинаю что-то этого что я не знаю куда себя деть мне нужно да что то делать я не могу просто так сидеть и ничего не делать это для меня очень тяжело как вы сами пришли к этому делу как вам первый раз видели ну случайно случайно я когда-то и литературой занимался и короче встретился вот именно сначала с литературным направлением вот и понял что я в нем ничего не понимаю поэтому я решил почитать сейчас же есть интернет и все такое вот и случайно набрел на сайт steampunk.ru где очень много мастеров представляют свои работы и я так заинтересовался потому что руками все время что-то хочется делать но это тут смотрю приятные материалы во первых это латунь медь почти золото да мне понравился сам стиль дизайн с предметов и фантазии людей вот и как только заиграла своя фантазия я там сделал первую флешку первый телефон и все такое светильник и и пошло поехала вот в принципе и весь путь а к тому времени у нас уже был ремонт гостевой спальни нашей спальни и кухни которые как бы не очень вписывались в этот стиль и вот этот стиль банк постоянно вгрызается в наши и вот уже жена уже отпустила меня сначала она хотела мы сделаем вот здесь вот так вот но в принципе то она не знала что это и есть викторианская эпоха когда хочешь в разных стилях сделать разные комнаты это как раз элемент викторианство я так понимаю вы в этот дом въехали относительно недавно правильно будет 9 лет 9 9 9 а до этого вы жили по моему даже не 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 в ростове не в области в ростове в ростове мы пожили да в ростове мы пожили и на съемных квартирах потом жили в квартире родителей мы рядышком снимали просто но длительное время я когда-то уехала из ростова с первым мужем после распределения риск мы в ленинградской области в городе тихвине тихвинской божьей матери большой монастырь очень уютный такой небольшой городок родина римского курсакова 220 километров от санкт-петербурга вот там мы потом уже познакомились познакомились два раза в начале девяностых один раз да потом я уехала на крайний север работать а потом я уже вернулась когда туда мы вот опять я был готов уже срать и кстати о работе кто из вас с кем работал работа как-то была связана с этими увлечениями или ну я работала в детском саду всю жизнь но основную часть жизни я вообще у меня первое образование я медсестра закончила медучилище при нашем ростовском мединституте хирургическая палатная медсестра но потом как-то так получилось что у меня аллергия страшная на дизайнс вот эти вот средства которая да я была перевязочной медсестрой в глазном отделении я просто не смогла работать мне пришлось уйти параллельно я заочно закончила институт университет сейчас герцена санкт-петербурге педагогический и вот так получилось что я ушла в профессию педагога ну юрий меньше учился больше работа у вас какая-то инженерная специальность или нет у меня очень разнонаправленные специальности были как бы после армии там сначала связи поработал монтажником высотником потом пошел пошел пошли пошел строить фабрики и заводы дело в том что у юри незаконченные вообще техникум но на самом деле он сейчас занимает инженерную должность и числится именно инженером конструктором потому что он и на работе мудряется конструктором радиотехником скорее хорошо потому что он как бы у него достаточно вот своего самообразования на то чтобы он мог выполнять и там сложные проекты какие-то но это конечно требует определенных усилий самообразования увлечение каждого из вас вот сколько лет назад вы начали вот этим всем заниматься ну во первых когда мы жили еще в ростове и мы сделали ремонт в квартире мы посидели и поговорили я говорю нам больше здесь делать нечего мы будем только вечерами ходить в магазин покупать мороженое да и смотреть телевизор вот поэтому беру надо как-то жизнь немножко встряхнуть вот я начал искать дом и вот в течение полугода я искал дом наконец-то мы нашли то что нам понравилось потому что здесь тихо и спокойно и как бы вот можно самим шуметь но у нас репутация здесь очень тихих спокойных людей нас многие даже не знают но есть друзья у нас хорошие здесь на улице сходим за мной давно как только переехали в квартире было разойтись ему этому да и вам и вам принципе да просто даже идеи таких не было да но к тому времени вы уже примерно увлекались этим делом нет 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 кто-то чем-то увлекался сюда да кто-то чем-то увлекался конечно потому что я постоянно что-то делаю но одной направленности никогда не было тогда больше было литературное направление и литературой занимался мы но мы в общем-то и познакомились мы ходили вместе в литературный клуб да он писал стихи я писала стихи песни он еще и роман писала и у него публикации есть и он по конкуру как это называется русск вот эти где с писателями вы встречались ну это фестивали просто московский это просто встречи настолько тоже у него это все хорошо получалось он стал сам писать афоризмы стал участвовать литература двигалась как бы минимизации слов от больших форм думала вы человек дела просто я все время оптимизирую что механизмы что слова у меня постоянно идет процесс облегчения и оптимизации детстве технику любили на конечно потому что вот да в детстве меня за это ругали потому что игрушки у меня долго не жили было интересно что внутри а что если переделать вот так то есть всех вот этих детей которые родители начинают ругать за то за сломанное звуки а может это ваш будущее может быть гениальное да 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 чужих нельзя конечно своих то можно ну давайте приступим к вам вывод вот этим делом когда начали заниматься я понимала что я скоро уйду с работы все таки потому что я уже устала 30 лет с детьми дошкольном учреждении это стаж такой достаточно большой я уже потом последние пять лет работала в частном детском саду приезжала два раза в неделю на проведение занятия занималась детьми театрализации творчеством тоже занимали театрализация до подготовка к школе через театрализацию театральную деятельность вот и я увидела в интернете опять же такие что такое вот бывают эти валеные изделия из шерсти тогда только я одежду видела я была в таком восторге это мне казалось просто нереально как-то далеко но собаку вычесывала весной я попробовала сначала этот пух повалять купила иголочки для воняния и собачьей шерсти вроде как получается потом я подруга по интернету со словении прислала несколько моточков цветной шерсти и я начала вот валять как бы потихонечку и когда я поняла что все я все я ну последний год дорабатывая уже морально просто не могу очень тяжело пять занятий в день и выходишь и даже говорить не можешь возраст тем более у детей от полутора лет от двух лет до семи ну должен школы да это нагрузка очень такая серьезная и я стала потихонечку подкупать шерсть тогда еще мне вообще ничего не понимала не разбиралась но вот я стала потихонечку себе готовить так поле деятельности на пенсии собаки стало не хватать нормально во время работы понятное дело не хватало времени на на физическое чем-то там еще заниматься увлекаться вот сейчас вы получается уже более свободны в этом нет не всегда хватало как все занятия находите постоянно да я это человек который в очереди в супермаркете там вязал и люди обращали внимание подходили вы извините учета вяжите не минуты по да ну крючком это очень просто можно не глядя вязать но скучно просто так стоять я начала я свои первые бусики сделала в четвертом классе из стекла я просто била стекло разноцветное камушком до таких мы более или менее этих приклеила на ниточку это было первое произведение искусства в шестом классе рисовала картины пластилином мне приходило то есть причем сама но это да это вот как-то видите видимо это вас и свело на нас в принципе творчество и свело литературное творчество потом мы мы друг друга понимаем он одинаковые люди не особо притягиваются как бы один должен быть более такой у нас прагматичный я прагматичен я достаточно два нас двоих прагматичен вот смотрите насколько все эти опять же это можно назвать увлечением или это уже но приходит как-то плавно в работу или там заработок какой-то у юры вообще как бы я зарабатываю дал понемножку по крайней мере уже вот себе на материалы я зарабатываю но я бы не сказал что это как бы профессия или работа да это увлечение которое приносит прежде всего удовольствие огромное моральное моральное удовольствие когда ты видишь результаты своего труда и еще если кто-то людям нравится не покупают и оставляют отзывы такие невероятные это настолько вот приятно то есть это такое вот увлечение которое приносит небольшой доход так скажем у юрия наверно с этим посложнее я не стремлюсь к этому просто сбывать вещи которые я потом не куплю в принципе до знакомства с вами я даже представление честно говоря не имел а вот это вот направление стимпанки и так далее насколько вообще широко скажем так вот это движение стимпанковского а достаточно россии по миру достаточно широко и знают и в ростове есть сообщество косплеи там делают на паровозах и все косплеи это костюмированные там какие-то представления там между собой фотосессии устраивают им вот для этого есть магазин даже стимпанк одежды там простой вот а так и по стране и по миру это довольно такого широкое движение если скучковать у них фестивали и все такое и у меня вот например предложение были вот когда люстру сделал мне где-то с севера товарищ написал говорит не хотите ли как бы сделать для оформления моего кафе что-то он у меня у меня кафе будет в стиле стимпанк но но я тут же тогда не готов был какому-то на заказ работе все таки он работает на это это все таки да наверное из той области вот как художники рисуют и очень тягостно картины свои продавать наверно не знаю не был у нас не было мастерской сейчас юра сделал себе мастерскую поэтому он уже в доме так ним не пачка наверное когда перестанет вмещаться да это раньше время да на коленке все это было вообще очень тяжело вот когда дом перестанет же ну ладно там валяния убрал за собой а тут это металл это сварка палька более тщательно надо за собой убирать просто потому что и стружки попадались и гвозди все что угодно и и когда перестанет дум вмещать стимпанк объекты какие-то может быть они будут продаваться вы не планируете сделать что-то типа дома музея или там нет а где же жить но оформить копилку повесить на входе нет я имею ввиду где-нибудь там помещение они-то владимировна общественная выставлялась на в музее чалтере музей это же дом ты не повезешь музей нет я поняла вашу мысль на принципе это интересно вот есть же у нас фу на хуторе добрые как музей рыбы общественного нас то какое-то оформленное ну можно в принципе что единственный дом видел оформлены в стимпанке он находится в америке это очень известная есть фотографии из этого дома там можно тоже в виртуальные прогулки на по нему делать даже вот и он для меня вообще образец стимпанка искусства вот какого-то там если его назвать там очень качественно все сделано и дорого из дорогих материалов я думаю да может частично делает сам может покупает но у него оформлен весь дом стимпанк объектами и это очень круто и очень красиво кстати это хорошая идея мы конечно видео попытаемся все это передать но опять же пока ты сам видишь сами глаза ну вот когда мы закончим здесь ремонт и уже может быть гостей да можно будет договариваться почему-то классно вот если бы я был ребенком еще да я какую-то в сказочную страну бы попал но я в каждую комнату этого для детей наверное это что-то такое да только с детьми тут нужно в глаз да глаз да у нас в нашей спальне вентилятор в верхней покосился покосился потому что мы вышли на улицу два мальчика 10 лет они включили вентилятор на всю мощность и раскрутили заложенную мощность избыточная как как а как он не сразу не улетела крыша это просто тут сюда дело такое но мальчишкам да интересно вот я я думаю что и мальчишкам это это вот нужно даже знать что можно своими руками что-то такое делать что кстати я у вас спрашивал спрашиваю юрия вот как-то преподавать что ли не рассказать не знаю у себя такого дара нет и как бы желание общаться к детьми главное них это я еще да вот у нас есть профессионалы попросят что как-то с молодежью позаниматься не знаю не было таких даже идей ну как бы представлен это очень сложно какой-то мастер-класс которые люди что-то могут сделать я проводила мастер-класс у нас в доме культуры и с детьми и с родителей со взрослыми поэтому и податлива это возможно вот как сделать в течение какого-то короткого времени а ведь допустим вот объекты июне они же настолько слесарку проходить ко мне кстати и лишь до гоночку вопрос такой как приходит идея вот определенная скажем тогда вещи вот это предмета вы опишите процесс как как это вывод идея приходите потом как вы осуществляете это практически или изначально какая-то задумка голове практически невозможно это описать потому что как идея приходит бывает идея одна цепляется за другую бывает что-то наверное остается в памяти или что-то увидел и она формируется я не знаю вот как точно описать процесс но могу описать только как идет процесс создания потому что я пытаюсь по большей степени облегчить как бы добиться механического изящего качества в механизме потому что упрощать механизмы намного сложнее чем усложнять и механизма да потому что ну например на уровне бижутерии это налепил шестеренок там звездочек в хаотическом порядке и чем больше тем лучше вот это не наш метод но вы все-таки более такое инженерное осмышление да технически техночных деталей как бы ну как я сам по образованию инженер просто не должно были лишних деталей в принципе не должно по по большей степени функциональная вещь должна быть и все и вообще вот сама идея стимпанка чем не нравится потому что в нашу эпоху потребления да у нас возникает очень много ширпотреба которые в принципе не остается в истории не никак вот у нас даже эпоха последняя потреба была советский союз эти вещи продаются как антиквариат пластиковые какие-то дсп все такой и пластик и металл она все равно смотришь на это и вспоминаешь пирамиды египетские на что же останется после нас ты поэтому вес придать какому-то изделию может быть бытовому там простому как бы при преобразить его в какой-то объект который которым заинтересуется может быть и потом и которым пользоваться будешь самый это вот такая бредовая есть иногда идея у нас вообще очень много получается вторичнего использования вообще в доме вот тот же самый комод да допустим советский или вот стенка это из ржавого металла который лежал на улице вот годами поэтому он так проржавел и десятилетия просто делала природа с этим материалом что-то вот этот старинный буфет его бы просто или выкинули что-то с ним сделали изготовление той или иной вещицы это что вот это себе в первую очередь пытаетесь что тогда сказать что в этом я смогу там из этого что-то сделать это просто вот что-то там такого пафосного не навеяло ну опять же вот это или нами так далее вот эти вот вещички я саму идею пытаюсь прощупать вот как вы к этому приходили ну когда я увидел что делают такие телефоны у меня был телефон ненужный я просто подумал а смогу ли ну вот бывает такое да бывает такое почему бы не попробовать а сейчас все чаще просто хочется сделать что-то что никто не делал потому что повторять она конечно удобно но интереснее не повторять что-то неповторимое делать это просто вот начали игры какой-то там копирование заимствование ну самом начале наверное да проба какая-то да флешка телефон интереснее становится все-таки наверно самому что-то изобретать что-то такое не стандартно быть в чем-то первым это не амбициозная идея просто интерес собственные вот лично ну это вы такой человек просто ну просто по-другому жить скучно скучновато прагматичной ну не тогда никакого прагматизма если все знали сколько я экономлю создание чего-то там из чего это делаю опять же вот смотрите много ли средств в частности финансовых требуют вот эти ваши увлечения нет немного я вот потому что нужен был диван и достаете нужен был диван я посмотрел то что мне нравится она стоит очень дорого но очень дорого это сколько ну если стимпанк дизайн поддерживает то это должен как минимум быть диван честер это каретная стяжка там вот и кожа там может ну и цена от до ну в районе 150 тысяч вот на этот диван у меня собрал на 10 тысяч не ушло забрали экономишь самое дорогое это детали это только два колеса которые через авито купил я имею ввиду все равно что-то покупается же они находятся где-то там ну я заказываю материалы свои в интернете в магазинах интернет магазинах почтовый оплачивать да да ну и дикая шерсть у меня в работе имеется то есть некоторые изделия требует дикой 6 она подешевле но это значит та шерсть которая не они не вычесана до такого состояния чтобы она была без мусора чтобы она была красиво уложена в ленту например потому что много очень видов шерсти и форму в которой то есть шерсть вся практически овечья но бывает вот она когда чесаная спутанная валу бывает дикая шерсть но бывает иногда нужна дикая да потому что она лучше держит форму надо более такая вот она не протравлена красками опять же таки да ну в начале я да да как бы получалось что я покупаю материалы из пенсии так сказать да а сейчас в принципе я уже вот заработала когда заработала что-то я могу потратить большой такой особой прибыли у меня пока не имеется но по крайней мере материалы у меня да это разорвется более масштабное что-то материалы у нас это все производится за граничные материалы у меня были это конечно невероятное вообще ощущение держать вот кстати вот этот комплект и именно из импортной шерсти и 6 различается по микронности то есть вот импортная 6 до 1 волосинки это 14 16 микрон и бывает это все до 30 микрон то есть разница ощутимая волосинка да да а наш человеческий волос имеет 80 микронов в среднем толщину то есть представляете насколько тоньше шерсть это естественно и производители разные но в основном отечественной сейчас потому что сейчас это стало нереально итальянская шерсть была вот раньше более доступна я вот уже который раз слышу что вот мы закончим ремонт вот мы закончим ремонт нет мы не закончим ремонт ремонт закончить нельзя ну вот предположим вы закончили ремонт какие-то планы у вас есть все 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 как вы хотите вот прям все идеально ну когда-то у нас были большие планы мы хотели под старость бомжевая где-то на берегу море под пальмами надо осознать хотя бы на черном хотя бы на гуа сейчас видите аппетиты растут да и вот каждый год что-то меняется вот у нас происходит что-то от нас не от нас не все зависит не все от нас зависит у нас от нас только тот на этой территории строить планы как я делаю неблагодарное конечно на рассмеши бога называется вот когда мы такой тогда посмотрим тогда подумаем ну в любом случае на ближайшие перспективы у вас тут вы как-то думали вот вот это свое детище как-то назвать или издать имена и тогда мы не сможем его продать как говорится если назовешь как-то рыбу корабль назовешь так и поплывет уже не ее невозможно съесть по-моему заинтересованный человек ради этого и купит этот дом но если только заинтересованы не знаю ну это ж уникальная вещь не было в мыслях еще мы пока же можно сказать по течению плывем живем как живется планов грандиозных нет грандиозного сильно да не загадываем не задумываем прям могут получать и удовольствие на сегодняшнего дня как она есть в принципе так оно и правильно так как так оно и правильно конечно радоваться каждому дню они то сейчас принесла свои изделия волшебном чемоданчик волшебный чемоданчик чего тут только нету я вас попрошу его открыть тут я не знаю персонажа 100 это брошки причем не все это все брошь это вот это все брошки это абсолютно не все и достаточно много есть ночнички различные это когда камеру да это все светится но это можно да то есть одеваем я понял вот такие штучки милые деткам я делаю закладочки для книг да и женщинам еженедельничек положить такую штучку вот я как уже говорила что настолько материал этот благодатные бумажная закладка или там вязаная она все-таки пачкается порваться уже цвета с этим ничего не случится стирать вы знаете они даже не требуется стирки вот я свою шапку которая все-таки соприкасается с кожей подруга и девочки кто они не пачкаются а все благодаря тому что каждая шерстинка покрыта ланолином это природное такое вещество которое отталкивает грязь раз хотел сказать да наверно каким-то химическим веществом нет это не химические вот это все натуральное и когда войлок плотно свален у меня даже где-то было видео вот я в этот в чурячик до наливала воду под краном это нужно было столько он должен дополнен полностью набрался воды и пока время прошло он стал протекать уже потом потому что войлок хорошо сваренный он не он отталкивает воду юра ты можешь нам принести воды просто ради интереса же вот этих персонажей это мама зайчик луковичка да со своим вот я увидела такой вот кстати вдохновение я увидела человек делал это из папье-машеи ткани в интернете и меня поразили они вот это вот тоже вот фантазия такие эмоции на лице да да удовольствие счастье от ребенка когда она приживает к себе вот вот этого малыша и это просто ну вот это это волшебство конечно закладки то есть тут всякие разные закладки есть полезные очень подарки которые приятные милые это мыло называется шерстяное мыло мыло мочалка внутри детское мыло ты мочишь его намыливаешь и прям как скраб и он когда все в одном это очень удобно нет никак не открывается это все уже запечатано когда мыло смылиться закончится то особые рукодельницы могут просто надрезать ставить туда мыльца опять зашить причем этого места даже не видно были она не пользоваться опять нет нет все вот с этим можно сделать что угодно слушайте а вот с юрием мы сейчас общались понятное дело что стимпанк это такая мировая тенденция вот этого дела валяния насколько вообще в мире распространено модно во всех странах наверно есть нет валяльщицей во все вот и когда я участвую сейчас у нас идет есть такие школы москве москве школа шкатулочка они проводят онлайн обучение онлайн мастер-классы есть бесплатные представляют разных мастеров они дают какой-то бесплатный мастер-класс и потом предлагают свои курсы изготовление какой-то вещи там от начала до конца да и судя по тому кто к ним приходит в чате там пишут подписывают с разных абсолютно уголков мира мне почему-то казалось что это чисто российская тема а вот российская то российская но вот как-то и за границей есть тоже мастера я вот этим честно говоря не озадачивалась узнать откуда все-таки больше да но я не но я читала изучала вообще первое упоминание как бы о войлочном изделии не о войлоке идет еще со времен но его ковчега там животные пока плавали в корабле с них через шерсть терялась да они там потом и испражнениями все это сбивали эту шерсть взбили в плотный коврик вот получился первый войлочный ковер само собой получилось до использовали кочевые народы юрты там какие-то тоже изделия шапки потом сапоги на руси пошли то есть как бы история очень давние возникновение войлока но мне кажется что возможно все таки вот россии наши кавказские вот тоже народы да вот эти вот там у них тоже это в принципе развито было было и сейчас наверняка развита там где шерсть наверно с ней что-то да да они же должны делать вот мангу монголов есть у башкиров ковры делают какие-то специфические свои там так и такие интересные технологии то есть брошки вот эти как-то друзьям знакомым уходят до отличный подарок конечно да вообще вот я просто я уже если особенно ты хорошо знаешь человека ну как достану более или менее знаешь да его какие-то вкусы это вот бывает что я просто иногда предлагаю выбирай волшебные шкатулочки да да шкатулочка волшебная вот допустим для мужчин пожалуйста для детей вот это в форме камушков называется нет камня за душой это брелки в колечко вставляешь с ключами очень удобная штука и антистресс причем и в сумке легко искать и в кармане она легкая вот наравне с какими-то поговорками какой-то все народная да ну да ну я же работала в детском саду и поэтому я много знаю всяких поговорок русских народных и вот почти или все и сделано собственно да вот такие штучки понимаете для и для мальчиков так сказать ну для мальчиков и такое мыло уже побрутальнее но к сожалению у нас очень многие еще не знают вообще что такое шерсть что с ней делать и что она очень экологично это догадывается наверняка но что что эти изделия они практически вечны вот наверное не догадываются вот у меня есть дракон юрочка где-то там да вот ну да даже зачем ладно возьмем не дракона вот вот такие вещи а это кстати вот не овечье 6 это собака сама ед породы северная собака это шерсть вот мне привезли друзья целый пакет этой шерсти мне захотелось вот фактура зато то вообще и можно добавлять эту шерсть собачью между слоями овечьей она тогда еще большую теплоту я мужу сваляла пояс лечебные для поясницы то есть 6 обладает и лечебными свойствами за счет своих вот этого ланалина даже природного то что согревает ведь собачьи используют же тоже очень много рано понимают все не крашеные тот натурально да да вот это вот кстати дикая дикая шерсть которая говорила да это уже это крашеная 6 это вот дикая шерсть деревенская такая и почему-то битая называют не знаю почему да не знаю да вот и ведь с этими вещами ничего главное следить чтоб моль не съела вот все таки но если моль в доме заведется то она может есть все что угодно поэтому за этим нужно следить а так они лежат а так с ними давай но с ними вот-вот просто вот но ничего и был такой момент мы я поехала навстречу вышла и у меня шарф было жарко я свой палантин и значит лишь держала на коленях я выхожу из машины грязь ноябрь месяц и у меня палантин падает в грязь я вот тут же быстренько поднимая но нигде ничего во то что он не промок он просто не испачкался поэтому это вот говорю удивительное по сути материал будущего но сейчас все больше и больше распространяется вообще это вид этого во-первых творчество во-вторых эти изделия они уже люди которые вот начали носить они просто уже понимают что это такое обувь служит там допустим три-четыре сезона да это конечно они не лично они протираются обувь от от нет и у делают и сапоги и сандалии летние ботинки и целиком из шерсти с кожей можно без кожи джинсу кто-то добавляет то есть тут вообще безграничное просто безграничное использование этого материала а то что это действительно материал будущего скорее всего я вот соглашусь с вами с этим потому что во первых это еще можно переработать то что вот уже допустим не нужно или там что-то это это можно опять же таки там порезать нарезать и положить следующее изделие использовать то есть вот это я более чем уверен сейчас кто-нибудь из зрителей сто процентов захочет иметь у себя что-то вот это красоты я на заказ легко заказ мы да 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 все договариваться со мной мой номер телефона ватса пожалуйста очень если редко бывало такое что я допустим отказывала я вот отказала одной женщине потому что уже в срок перед новым годом я не успевала говорю вы знаете вы лучше поищите вот в ярмарках мастеров есть еще такой сайт чтобы вы в готовую работу я просто уже реально почта не успеет я сделаю быстро да а почта она уже не перед новым годом там же просто что-то творится и классный подарок необычный да кто хочет заморочиться с подарком но настолько уже мы перенасытились 7 вот согласитесь идешь куда-то на какой-то праздник уже сложно человек уже вроде все дарил что ему что ему дарить что ему купить а вот такого конечно это стопроцентно тем более у меня есть и коробочки приятные могу упаковать и просто в крафт бумагу там зависимости от того кто кому это будет предназначаться в общем будь то вещи для интерьера или какая-то там данная вещь интерьерные штучки не знаю заметили вы или нет вот у меня вазочки на холодильнике стоят интерьерные очень я говорю под любой под любой можно сделать создать понимаете или интерьер под любой свой дизайн какой-то продумать минимализм или еще что-то световую гамму подобрать вот мы тут уже сколько я не знаю два-три часа на время пролетело мы просто даже толком мы не поняли как она очень рад что я попал и в первый раз и в этот раз и ребята принципе операторы сейчас удивлены вдохновлены скажем так может сложиться впечатление что мы только этим и занимаемся но и работа у нас дом отнимает немалую толику времени мы когда выезжали сюда дом вообще был без удобств тут страшные были стены вот сейчас у меня пристроена мастерская идет и строительство достраивал пристраивал туалет это дополнительная пристройка выйдет у нас эта передача и я все-таки надеюсь ближайшем будущем вы это все закончите мы наверное еще раз к вам придем гости окончательно задумано как это сама как все хотелось сделать и покажем еще раз спасибо вам